Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Великие и дивные дела Твои, Господи! Благодарим Тебя за сей день. Благослови нас, Господи, прожить его по заповедям Твоим, ничем не огорчая Тебя. Божий, будь милостив ко мне грешному, создавший меня Господь, помилуй меня. Бесчисла я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй нас. За что? За молитвы святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинные, иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, селися в нас, и очисти нас от всяких скверных, и спаси благие души наши. Святые Божьи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети, и сели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвала Тебе, наш Господь. За все Твои милости и щедроты благодарим Тебя, Иисусе. Благослови нас, Владыка, на чтение Слова Твоего Божественного. Научаться из Евангелия Твоего. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благослови, Господи, народ, услышать Слово Истины Твоей. Хвала Тебе, счастье и поклонение, слава и благодарение. Во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, благослови. Милости Твоя полна земля, Господи. Благослови, начать чтение Евангелия для народа, не знающего Тебя. Евангелие от Луки, третья глава. В пятнадцатый же год правления Тиверия в Кесаре, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четверовластником в Галилее. Филипп брат его четверовластником в Итурее и Тарханической области. Али Сани четверовластник в Авелинея. Аллилуйя. При первосвященниках Ани и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захария, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаия, который говорит, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякие долда наполнятся, и всякая гора и холм допонизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». Иоанн, приходящему креститься от него народу, говорил, «По рождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте, говорит себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ, «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ, «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли им это креститься, и сказали им, «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им, «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины, «А нам что делать?» И сказал им, «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата его в руке его, и он очистит гумнот свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ира же, четверовластник, обличаем от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ира от худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключило Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлась небо. И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. И был глаз с небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет тридцати, и был, как думали, сын Иосифов, Ильев. И далее до конца тридцать восьмого стиха родословно Иисуса Христа, Сифов, Адамов, Божий. Глава четвертая. Евангелие от Луки. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом, с большой буквы Духом, в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим». И, возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, сохранит тебя, и на руках понесут тебя, да не притнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа, в Галилею, и разнеслась молванием по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаия. Иисус раскрыл книгу, нашел место, где было написано, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измущенных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей стране, земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только к овдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сириянина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали Иисуса вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился, и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению Иисуса, ибо слово его было со властью. Был в синагоге человек, имевший нечистого духа Бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него!» И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что Иисус со властью и силою повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, Иисус вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она точно встала и служила ему. Им. При захождении же солнца, все имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он возлагал на каждого из них руки и исцелял их. Выходили также и бесы. Из многих с криком и говорили, «Ты, Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им, «В другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». И проповедовал в синагогах галилейских. Аллилуйя! «Слава Тебе, Боже наш, слава и благодарение за все Твои милости и щедроты». Господь пробуждает и мертвых, и говорит, «Встань спяще, воскресни из мертвых и осветить Тебя, Христос!» Аллилуйя! «Слава Тебе, Боже!» «Слава Тебе!» «Ибо приближается суд Божий, когда человек ответит за все, что делал, что думал, все прелюбодеи, сквернословы будут в озеро огненное брошены вместе с сатаной. «Услыши, Господи, молитву!» «Ибо Слово Божие говорит, смех Ваш обратится в плащ и в рыдание!» «Плачьте, грешники, ибо суд Божий при дверях!» «Вся Ваша гордость будет повержена на землю!» «Блажены плащущие, ибо они утешатся!» «Господи, пошли добрых миссионеров, добрых проповедников во все концы земли!» «Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам и возвести радостную весть о спасении!» «О, Иисус, благослови народ Твой!» «Найди новые души, которые в этой тьме!» «Найди их!» «Обрати!» «Коснись их сердец!» «Ты Господь и Бог!» «И кроме Тебя нет иного спасителя мира!» «Ты, Господи, умер за грехи людей и воскрес для оправдания нашего!» «Слава Тебе!» «Великие и дивные дела совершает Господь в наши дни!» «Пророчества сбываются!» «Все события мира вокруг Иерусалима и в нем!» «Близко Твое пришествие, Господи!» «Слава Тебе!» «Благодарим Тебя, милосердный Создатель, Господь и Бог наш!» «Аллилуйя!» «Царь Небесный, Утешитель, Дух истины и живездец и вся исполняй!» «Сокровища благих и жизнеподателю!» «Приди и вселись в нас и очисти нас от всякой скверны!» «И спаси благие души наши!» «Аллилуйя!» «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови нас и пребудь с нами!» «Услыши молитву нашу, Господи, об этой стране, где столько тьмы и мрака, столько заблуждений и обмана, все строится на лжи!» «Благослови правителя, устраши их страхом Твоим великим!» «Ебо слово Твое говорит, что с начальствующих будет строгое взыскание на суде Божьем!» «Дабы издавали мудрые законы, дабы люди могли жить достойно, было еще уделять нуждающимся!» «Коснись сердца Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена и Амана!» «Благослови их, Господи!» «Дай им страх Твой святой и сохрани их от покушения на них!» «На Тебя мы, Господи, уповаем, к Тебе прибегаем и просим Теба, Владыка, пошли добрых благовестников-миссионеров о Иисусе Христе, о Его жертве!» «Пошли к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, буддистам, дабы все знали радость спасения, дарованную Тобой, Христе Боже наш!» «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную!» «Господи, Иисусе Христе, Ты взял наши беззакония и грехи и умер за нас! Чтобы, веруя в Тебя, мы имели жизнь вечную! Хвала Тебе! Аллилуйя! «Благодарю Тебя, Господи, за прошедшую ночь! Ты дивно сохранил нас! Умягчи сердца враждующих против нас! Не дай им желаемого во зле! И в судный день не помени им их безумие! Они не знают, что худо творят, служа дьяволу лжи! Аллилуйя! «Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Спаси и сохрани и благослови! Да славится Твое святое имя в нас! Милости Твои не отнимай от народа Твоего! Аллилуйя! Даруй народам познать жертву Сына Твоего Иисуса Христа, умершего за наши грехи! Он ищет потерянную овцу, оставляя 99 незаблудившихся! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Любовь Твоя велика! И Ты бросишь за хребет свои грехи человека и не вспомнишь их более! Как грешники боятся слышать Слово Твое! При крестном знамении падает и теряет сознание! Сатана не допускает людей услышать благую весть спасения! Люди надеются на ложь, но она не спасет! Уповаю на Тебя, Господи! Хвала Тебе, милосердный Создатель, Господь и Бог! Ты отдал Сына Своего в жертву за грех! Да вы, верующие в Него, имеете жизнь вечную! А неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе!